Вечером мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, это уже будет последний отрывок первой главы, главы в которой в качестве вступления был такой высокобогословский пролог о том, что Бог воплотился, Бог принес нам свою благодать. И этот Бог есть истинный свет, а само повествование началось с того, что Иоанн, креститель, совершает предваряющее служение перед приходом Христа, и о нем рассказывает и свидетельствует. Его служение, которое должно было людей побудить к покаянию, чтобы их сердца были готовы уверовать и узнать Христа. Позже Христос об Иоанне в разговоре с иудеями скажет, что Он был светильник, светящий и горящий, а вы просто хотели малое время при нем порадоваться. Он был светильник, я его зажег, я свет, но я зажег этот светильник, и цель этого светильника была, чтобы вас осветить, и вы обратились, и вы загорелись, а все, что вам нужно было от него, просто вам тешило это ваше довольство, что вот, наконец, спустя долгое время, наконец-то в Израиле есть пророк, и это тешило их какое-то самолюбие. Но были те, кто вот этого светильника горящего таки зажегся, были те, кого Он обратил, и они с готовностью повстречали пришедшего Христа. Именно о таких пяти светильничках, которые загорелись, повествуются нашему требователю сегодня. Иоанн Иоанн, первая глава, стиха 35-го, я читаю. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий, услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. На другой день. А день перед этим Иисус сказал, похожие о Христе, даже более гитальные, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, Он сказал при всех, публично, а вот теперь как будто бы лично для двоих из учеников снова повторяет, вот Агнец Божий. И вот это как будто бы повторение, сказанное наедине или лично, оно затронуло их. И они как бы с готовностью поняли, что вот тот, кого они ждут. И тут же пошли, тут же пошли. Вот они идут за Христом, стих 38-й, Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надо бы, они сказали ему, Рави, что значит, учитель, где живешь? Говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет. И пробыли в него день тот, был около часа, десятого. Вот они идут за тем, на кого указал их предыдущий учитель, потому что они учились у Иоанна, вот Агнец Божий. Вот они за ним идут, но не решаются, не решаются как будто его остановить, не решаются с ним заговорить, с ним побеседовать, и просто идут за ним молча. А Иисус останавливается, видит за ними идущих, и как бы облегчает их задачу, как будто бы входит им навстречу, говорит, что вам надо, какая цель ваша? Господь всегда готов нам пойти навстречу, если мы ищем Его. Они говорят, вот что нам надо, что нам надо, эта фраза Рави, где ты живешь. Это то, что им надо. Во-первых, они называют Его учителем, говоря о том, что мы хотим у тебя учиться. А во-вторых, мы хотим и понимаем, что нам нужно много у тебя научиться, нам нужно тебя хорошо познать, поэтому это было бы хорошо не здесь, где-то на проходе. Если можно, мы хотели бы тебе прийти и иметь такую большую с тобой встречу, чтобы у тебя учиться. Иисус говорит, пожалуйста, идемте за мной. Они пришли к тому месту, где Христос там останавливался, и провели весь день, начиная с десяти утра. Кто эти были двоучеников, дальше он назовет одного из них, это был Андрей. Кто еще был, возможно, это, или, скорее всего, это сам автор Евангелия Иоанна. И это, наверное, объясняет, почему он так точно знает время, с какого часа началось его знакомство со Христом. Вот этот день, какой-то весной, с десяти утра, я впервые познакомился со Христом. И знаете, я думаю, что время с десяти утра, наверное, не только у Иоанна, когда кто-то впервые познакомился где-то поближе со Христом. Потому что в нашей традиции, в наших церквях часто служение воскресе начинается в десять утра. Поэтому, наверное, у Иоанна есть много собратьев и сестер, которые впервые познакомились со Христом, начиная с десяти утра. Итак, два человека впервые заявляют о желании быть со Христом его учениками. По-видимому, Иоанн и Андрей. Стих сорок первый и далее, со сорокого. Сорокого и далее. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе, и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, ты, Симон, сын Иоанин, ты наречешься кифом. Что значит камень? В тот же день, один из них желает побыстрее разыскать своего брата, потому что у него горящая и очень важная новость. Мы нашли Мессию. Мы нашли Мессию. Знаете, даже в этом стихе Христос говорит о Петре и видно, что о его лидерских качествах, о его твердости. И к тому же Симон был старшим братом Андрея, а сказано, что он находит брата своего Симона и приводит его. Обычно Симон был тем, кто ведет, тем более он старший, но убежденность Андрея и, наверное, также желание Петра найти этого Мессию сработало. Знаете, я думаю, если бы Андрей пришел к Петру, сказал, брат старший, знаешь, что мне кажется, я с человеком не познакомился, мне кажется, это он Мессия. Не знаю, или это убедило Петра, но он приходит, Петр, Петр, он, наверное, прибегает, задыхался, Петр, мы нашли Мессию. Его убежденность, то есть он сам загорелся, он сам загорелся, и вот того, кто горит, может другой загореться. И Петр также вспыхивает, приходит, Иисус его встречает, да, я знаю тебя, Симон, тебя такой-то отец, но это такая жизнь была у тебя до встречи со мной, я вижу твою будущую жизнь, я вижу, кем ты станешь, я вижу, кем сделает твое ученичество, когда ты будешь мне учиться, ты будешь Петром, ты будешь твердым, основательным, ты будешь тем, кто сам утвердится и сможешь других утверждать. Господь видит нас, когда мы к Нему приходим, видит нас одних, как материал, и у Него есть цель, видение, план, кем Он нас видит дальше или кем Он нас делает дальше. Знаете, 2020 год тоже работал на Его план. Он желает среди нас и из нас что-то делать, и Он это делал. У скульптора известного итальянского, когда он работал, отбивал какие-то глыбы от большого куска мрамора, спрашивают Микланджело, что ты делаешь, Микланджело? Он отвечает, освобождаю ангела спрятанного или как бы закрытого в этом мраморе. То есть, он видел в этом куске просто камня, видел фигуру, видел какую-то прекрасную фигуру. У Бога тоже есть своя цель, Он видит нас в этом просто куске, который пришел к Нему, угру белого человека. Он видит ангела. И в этом году Господь отбивал эти глыбы, чтобы этот ангел лучше проявился. Итак, за один день три ученика, три святильничка, которые горят. Следующий день, стиха сорок третьего. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею. И находит Филиппа и говорит ему, иди за Мною. А Филипп же был из Евсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Иисус собирается идти в Галилею. А в Евсаиды это есть именно в Галилее. Означает, что они находятся не у себя дома. Иоанн крестил далеко от их дома, может, сотни километров, на территории Иудеи, ближе к центру, ближе к Иерусалиму. И эти люди находились там. Когда они Христа нашли или за ним пошли, они находились не дома, потому что у них был этот духовный поиск. Они стали учениками Иоанна, и Иоанн помог им их жизнь изменить и ожидать прихода Христа. Вот почему они так сразу же пошли. Потому что они уже были готовы, и они вот как бы загорелись с Иоанном. И когда они его познали, они тут же пошли за ним. И Филипп также принимает это приглашение. Он пошел за Христом, чтобы быть и учеником. Иоанн, стиха сорок пятого, Филипп, в тот же день, когда Филипп встает учеником Христа, в тот же день вот что он делает. Филипп находит Нафона Иила и говорит ему, мы нашли того, ком писал ли Моисей в законе и пророке Иисуса, сына Иосифа из Назарета. Но Нафона Иила сказал ему из Назарета. И, может ли быть, что доброе, Филипп говорит ему, пойди и посмотри. В тот же день, как Андрей, того же дня, когда он нашел Мессию, разыскивает своего брата, в тот же день, когда Филипп также уверовал, что Иисус есть Мессия, он не может эту весть как бы лично для себя только спрятать. Он понимает, что ей нужно поделиться. Он знает тех или того своего друга, который также и ожидает Христа. И он просто приходит к нему и говорит, мы нашли, мы нашли вот того, о ком написано в пророках, чьи пророки мы читали. И кого мы ждем, мы нашли. Но Нафона Иила спрашивают, а кто это такой? Что ты о нем скажешь? И он называет это Иисус, сын Иосифа из Назарета. Знаете, я скажу, что это была проповедь, которая имела, ну, в первых ошибки, во-вторых, она не отвечала на все вопросы, которые задавал человек, который его слушал. Он называет Иисуса сыном Иосифа. Помните, в Евангелии уточняется, что Иисус был, как думали сын Иосифа. Иисус не был сын Иосифа. То есть,ными словами, Филипп знал о Рождестве почти ничего. Мы готовимся праздновать Рождество, и мы уже празднуем. И как много мы знаем о Рождестве. Мы знаем, что Иисус был, есть Бог, который воплотился без участия мужа, его родила Мария, поэтому он не был сыном Иосифа. Иосиф был как бы его названным отец, только по названию. Он Бога-человек. Во-вторых, даже на этот вопрос или сомнение, неужели из Назарета, может быть, что-то хорошее, если бы Филипп знал, что Иисус, он проживал в Назарете, но и он рожден был в Вифлееме. Возможно, он бы мог ответить этому Нафанаилу. Да, он из Назарета, но знаю, что он родился в городе Давидовом. Он родился в Вифлееме. Но, по-видимому, и этого не знал Филипп. Но это не важно, что мы знаем. Иногда нас это останавливает. Ну, я бы рассказал кому-то о Христе, я же так мало знаю. Может быть, я еще буду что-то скажу не точно. Но важно не то, что мы знаем, много или это мало. Важно, чтобы мы просто горели для Христа. Он загорелся, да. Его знания будут расти, его проповеди будут становиться все более и более потом совершенными. Но то, что он знает, он искренне идет и говорит. А когда его спрашивают больше, ну, я это не знаю. Слушай, пойди и посмотри. То, что я знаю, я сказал. А ты пойди дальше убедись. Пойди в собрание, возьми Евангелие, прочитай. Сорок шестой стих. Или это будет... Сорок седьмой стих. Иисус увидел идущего к нему Нафанаила. И тот пошел, говорит о нем. Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели позвал тебя Филипп. Когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Иисус называет идущего к нему Нафанаила настоящим израильтянином. И как это видно, в нем нет лукавств. Помните, что израильтяне берут своего названия от ихнего праотца Израиля. И знаете, что имя... Израиль это новое имя, которое дал ему Бог. А его имя от рождения, это было этого человека Иаков. И помните жизнь Иакова, как он с братом там спорил за перворобство, боролся. И там было много лукавств, много хитрости. Но когда он все-таки как будто бы сдался и доверился полностью Богу, боролся с Богом, да, Бог поменял ему имя. Говорит, теперь ты израиль. Теперь вместо того, чтобы бороться своими силами и хитростью, лукавством, ты будешь доверяться на мою силу. И говорит, ты, Нафанаил, вот ты подлинный израильтянин. То есть человек без лукавства, который оставил лукавство. И даже эта история, вот так короткая, подтверждает, что в нем нет лукавства, потому что когда он задавал какие-то вопросы Филиппу, может ли быть что-то доброе из Назарета, а тот говорит, ну пойди посмотри, и тот пошел. И это видно, что его вопросы, это были искренние вопросы. Но и его искренность также проявилась в том, что он пошел, чтобы убедиться и посмотреть. Иногда люди просто задают какие-то вопросы, чтобы отговориться, говорят, ну видишь, вот ты не знаешь, а я бы уверовал. И это их не лукавство, не искренность. Нафанил был искренен в своих поисках, и он пошел, чтобы убедиться. И когда он приходит убеждаться, Иисус говорит ему, что-то о нем, что в тебе нет лукавства. А Нафанилу это говорит о многом. Он говорит, как ты меня знаешь, как человека, если мы впервые с тобой видимся? Иисус говорит, хорошо, я знаю не только это, я знаю больше. Я знаю о том случае, о котором ты был где-то наедине, тебя никто не видел, не было твоего друга Филиппа, ты был сам. Я знаю, как ты там сидел под смоковницей, я это видел, я это знаю. И знаете, Нафанил еще больше, еще больше, смотрите, 49-й стих, Нафанил отвечал ему, рови, ты сын Божий, ты царь Израилев. То есть Иисус показал ему, что он имеет божественное видение, он знает его больше, даже лучше, чем каким ему кажется. И увидев во Христе вот это вот знание Божье, все видения, Нафанил теперь удостоверяется, что он есть тот Мессия, о котором ему говорил его друг. В Псалме написано в 138, что иду я, отдыхаю ли, все пути мои известны тебе. Скорее всего, Нафанил отдыхал, потому что это было, даже образ в Израиле не раз использовался, что сидеть под смоковницей, это означает где-то в тени, отдыхать, возможно, он сидел и что-то размышлял. Иисус говорит, а я знаю, я видел тебя. И эта характеристика, ты сын Божий, ты царь Израилев, это два титула, которыми евреи готовились назвать пришедшего Мессию. Он подтверждает, да, это Мессия, это вот именно о нем так сказано. Ты сын Божий, ты царь Израилев. Стих 50, Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего. Иисус говорит, я рад, что ты веровал, только через это, но знаешь, у тебя в дальнейшем будет больше оснований, чтобы еще больше довериться мне. И вот эти основания, 41 стих, и говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих восходящих и нисходящих сыном человеческом. То есть вы будете иметь намного большие факты, удостоверяющие о моем божественности. Эта история, ангелы исходящие и нисходящие, Иисус напоминает историю с Яковом, который стал Израилем. Это его перемена, которая произошла, когда он убегал, помните, из-за своего лукавства от брата. И он лег ночевать на поле, и ему видится такой вот сон-видение. Это такая лестница, которая связывает землю, небеса, и по ней нисходят ангелы. Возможно, именно эта история была та, о которой размышлял Нафанаил, когда сидел под смоковницей. Как это могло быть такое? Иисус говорит, ты знаешь, ты еще больше узнаешь, ты еще больше увидишь. Они видели чудеса Христа, они видели Христа воскресшим. Ангелы приходили и об этом говорили. Он воскрес, он живой. Они видели Христа, поднимающегося на небо, возносящимся. Итак, два дня описанных здесь, и пять учеников, пять светильников, которые загорелись. Они загорелись, потому что был один, который горел раньше них, они пришли к нему учиться. И Иоанн зажигается один, другой, третий, пятый. Друг от друга. Через личные какие-то беседы, через личные указания или Иоанна, или Андрея, или Филиппа, своему другу. Вообще, эта история показывает нам и до сегодняшнего дня лучший способ, чтобы Евангелие ширилось, лучший способ доносить Евангелие, это когда мы, когда мы сами горим Евангелие, когда оно зажгло наше сердце, и мы радуемся, мы доверяемся Господу, мы Ему служим, и наша жизнь горит, и когда она горит, она может зажечь того, кто еще не горит. Приходит год, уже последний день этого календаря, нужно вешать новые календари. Но есть что-то главное, что Бог ожидает от нас в нашем жизни, в нашем служении. Можно оглянуться на прожитый год, на, может быть, годы, может быть, десятилетия, кто-то, у кого пришли от этого десяти утра, первые десяти утра, когда мы со Христом познакомились, и можно проанализировать, Господи, вот с этого времени, с десяти утра, сколько светильничка от меня загорелась? Может быть, не все от нас зависит, но от нас зависит, что мы горели. И если мы горим, то будут те, кто от нас загорятся. В целом, ну, не сильно урожайный год, может быть, для нашей церкви, у нас было крещение, но небольшое такое. Если Бог даст нам эти несколько часов удожить, и переведет нас, как будто бы, на новый этап жизни, новый отрезок жизни, Божья цель, чтобы мы горели. И, знаете, может быть, может быть, вопрос в том, чтобы наши светильники были поправлены, наши светильники были раздуты, загорелись, нужно подлить масло, чтобы жизнь была наполнена Богом. И если это будет так, то, скорее всего, мы будем видеть, как вот нашего горячего светильничка загорится другой. А вот к нему, возможно, третий. И станет намного больше света в приходе Христа. И мы, как церковь, будем его ожидать. И пусть Господь нас в этом благословит и поведет. Чтобы мы с готовностью встретили Его и наши светильнички горели. Для славы Его пусть это будет. Аминь.